У меня 150 лад ушло минимум, потому что никакой помощи, кроме как от своих родителей, вы не получите. Так ведь? Государство вам много помогло? Считайте, вот вам все вордбуки, все тетради, дети растут, согласитесь, новые джинсы, новые куртки. Все вам надо будет покупать? Мне не совсем легко сказать, ответить на этот вопрос, так как мои дети уже давно выросли, но у меня есть правнук, внучка. Правнук перешел в пятый класс, внучка во второй. Я думаю, что это довольно-таки дорого будет стоить, потому что подорожали учебники, тетради, констовары. Так что я считаю, что это накладно для семейного бюджета, чтобы отправить детенка в школу. Несмотря какой возраст, ну в общем-то, ну приличная сумма. Вы уже покупали канцелярские принадлежности? Да, канцелярские принадлежности, ну где-то учебники, рабочие тетради 15 лад и это вот к восьмому классу. И канцелярские, ну где-то 10, чуть больше. Думаю, не очень дешево. Портфель хороший купить, латов 30 нужно, плюс дополнительно канцелярские товары на латов 20-30 нужно. И рабочие тетради, думаю, меньше десятки или 15 латов там не будет. Ну плюс дополнительно форма. Во многих школах форму же дети должны носить. Значит, соответственно, еще латов 30 на форму. Ну и физкультурная форма там. И в итоге? Ну, в 100 лад может уложимся, а может и нет. Я думаю, латов в 100 можно уложиться. А на канцелярские товары много денег уходит? На канцелярские товары, думаю, латов может 30. Ну плюс еще нужно покупать тетрадки по разным предметам. Это в какую школу, наверное, зависит, собирается ребенка. А вы собрали детей в школу? Да, у меня одна девочка идет в 5 класс, 9 школа. На мой взгляд, ну латов 100 надо, наверное, если так серьезно собрать в школу. Смотря какого. Ну первоклассника, например. Первоклассника, мальчика, девочку. Давайте мальчика. Мальчика, мальчика дешевле немножко. Почему? Потому что девочка дороже стоит. Очень трудно ответить на этот вопрос. Я не знаю. Сложный вопрос. Мы сегодня только первый день вылезли после летних каникул. Собираться к школе, ну я думаю, латов 300. И у меня трое детей, но это минимум. У меня мама как бы все сама покупает. Она обычно меня не спрашивает, но она все покупает обычно самое лучшее. 200 лат точно. Больше, наверное, 300 будет. А на что вы потратили? На одежду, обувь, на рабочие тетради, на принадлежности школьные. Чем старше ребенок, тем дороже. Почему? Потому что сейчас детские товары почти приравниваются к ценам, как ко взрослым. Вы знаете, много. Это я еще купила, так вот, тетради, да. Это принадлежности. До какого класса вы собираете? Первый класс. И вот заплатила больше 20 лат, а еще одеться и обуться. Много, конечно. А как родители не работают, так вот, как хочешь, так и покупай. У меня ребенок уже большой, я сейчас не знаю. Ну, как вы думаете? Ну, около 100 латов, наверное, надо, если не больше. 100 лат примерно, может, больше немножко. В какой класс вы идете? В пятый и восьмой. Восьмой класс утрала. А есть разница, собрать ребенка вот для пятого класса или либо для восьмого? Ну, есть. В пятый класс книжек больше надо, а там уже книжек поменьше, но одежды больше надо. Минимум 50 лат, это минимум. По старым меркам было дорого, а сейчас тем более будет намного дороже. Но я думаю, где-то латов 100 точно как минимум это надо. Редактор субтитров А.Семкин